1 мая в Перми пройдет традиционный интерактивный велопробег «Вело Первомай-2019». Его участники проедут по праздничному маршруту и историческим местам города. В студии сегодня Сергей Рябинов, ведущий колонны, Эдуард Кузнецов, ведущий и организатор шоу-программы «Вело Первомай-2019» и Елена Королева, организатор велопробега «Вело Первомай-2019». Доброе утро! Елена, чему в этом году посвящен велопробег? Доброе утро! В этом году наш велопробег посвящен 1 мая. То есть, как это было в прежние годы, «Мир, труд, май», атрибуты того времени, советского времени, приветствуется, конечно же, пионерский галстук. Вот который на вас надет сейчас? Который на нас надет, да. А кто может стать участником и какие условия участия? Участником может стать любой, но и мероприятие это бесплатное, но самое главное, нужно пройти онлайн-регистрацию, которая у нас в группе «Вело Первомай». Самое главное, успеть это сделать до 15.00.30 числа. Да, она закрывается. А какая атрибутика приветствуется, ну, кроме галстука? Может быть, есть какие-то оригинальные идеи или пожелания? Ну, это вообще атрибутика советского времени как такового. И здесь мы не ставим каких-то ограничений. Конечно же, самый простой вариант – это надеть пионерский галстук. Но если у тебя есть школьная форма, например, того времени, если есть рубашка с пионерскими значками, то это тоже приветствуется. К примеру, в прошлом году девочка у нас приехала не в прошлом, а в позапрошлом. В коричневой форме и белом фартуке. Вообще просто смотрится. А удобно ли в такой форме вообще ездить на велосипеде? На велосипеде удобно вообще в любой форме и в любой одежде. То есть юбки тоже приветствуются? Конечно. Только южки. Сергей, а вот каковы правила безопасности во время велопробега? Ну, можно начать с того, что на велопробег будут допускаться дети 14+. И в экстрим-парке будет проходить полный инструктаж по нашему маршруту. Также мы будем соблюдать все правила «на красной стоим, на зеленой едем», где нужно спешиваться – спешиваемся. Очень будем следить за любыми нарушениями, пресекать таким вот образом. Ну, вы хотели… А почему в экстрим-парке там будет старт у нас, начало? Вы еще хотели рассказать о маршруте? Маршрут мы начинаем выезд у нас в час от экстрим-парка. Мы доедем до Петропавловской, потом до Сибирской, свернем на Луначарского, через Северную дамбу. И так мы доедем до Молота. В принципе, маршрут займет где-то предварительно полчаса 40 минут. Он был отштудирован ведущими колонн, которые… Колонны будут делиться по 10 человек, и они будут стартовать с интервалом в 2 минуты. Все перекрестки полностью оговорены, все под контролем. Эдуард, вы отвечаете за шоу-программу. Вот скажите, что ждать пермякам, которые придут поучаствовать в вашем велопробеге? Ну, мы постарались с самого начала организовать все так, чтобы было очень интересно. Во-первых, у нас 12.00 в экстрим-парке сбор. Соответственно, все приглашаются, даже те, кто не успел пройти онлайн-регистрацию, там будет находиться непосредственно человек, который будет за регистрацию на месте отвечать. После этого мы делимся, как сказал Сергей, на команды по 10 человек, отправляемся по маршруту. Ну, а у Дворца спорта «Молот» нас ждет уже шоу-программа, когда все соберутся непосредственно там на площадке, будут выступать творческие коллективы нашего города, будет интересная программа. И, конечно, мы сделаем интерактив для того, чтобы народ смог вспомнить такие любимые 80-е и 90-е, вспомнить советское время. У нас будет возможность послушать стихи. Народ, я знаю, готовится, и по опыту прошлых лет можно сказать, что они делают это очень качественно и здорово. Попоем советские песни, пообщаемся, и самое главное, разыграем те подарки и призы, которые у нас готовы. А самый крутой, скажи, велосипед? Самый крутой велосипед. Класс. Ну, вот мне еще интересно, у нас такая нестабильная погода. Вот если все-таки будет сильный ветер, снег, состоится велопробег, или есть какие-то ограничения в этом смысле? Одевайтесь потеплее. Главное пожелание. Велопробег состоится при любой погоде, кроме штормового предупреждения. Да, потому что мы катаемся круглый год, и нас не пугает, собственно, снег. Тем более при погоде при температуре плюс 3 градуса. Давайте напомним, где и в какое время будет сбор участников и старт. Сбор участников в 12.00 в экстрим-парке. Там же будет дорегистрация. Первые 100 человек получат 100 галстуков бесплатно. Все участники велопробега должны получить значки. Наши, ну, мы, по крайней мере, идем к этой цели. Ну, и в 13.00 первая группа уже отправится на маршрут. Я думаю, что все пермики соберутся на такое интересное и значимое мероприятие. Ну, а я желаю вам хорошего начала этого дня, доброго утра и спасибо за интересную беседу. Напомню, что в студии у нас сегодня были Сергей Рябинов, ведущий колонны, Эдуард Кузнецов, ведущий и организатор шоу программы «Вело Первомай-2019», и Елена Королева, организатор велопробега «Вело Первомай-2019». Доброе утро!